В эфире новости дня в студии Наталья Мороз. Здравствуйте. О самом интересном в городе области к этому часу. И вот какие темы мы для вас подготовили в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Контрабанда диких животных. Спасенные медвежата на время следствия живут в Оренбургском цирке. Нужна только победа. Футбольный клуб Оренбург готовится попасть в российскую премьер-лигу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сто лет пионерии. 19 мая отмечают юбилей со дня основания самого массового объединения школьников в СССР. Пионерское движение воспитало миллионы детей, создав новое советское, а затем и российское общество. Как проходили торжества в областном центре в этот день, расскажет Екатерина Якобсен. Как побяжешь галстук, береги его. Он ведь с красным знаменем, цвета одного. Эти знаменитые строки поэта Степана Щупачева знали все пионеры. Исследовали им. Алый галстук носили гордо. Ведь доставался он далеко не каждому, только лучшим из лучших. Отличникам и активистам. Торжественно клянусь. Горячо любить свою родину. Жить, учиться и бороться, как завещал величий ленин. Пионерская организация зародилась в 1922 году. Идею предложила Надежда Крупская, чтобы дети впитывали идеи дружбы, доброты и безвозмездной помощи. За 69 лет существования движения пионерами стали 210 миллионов человек. В мирное время они собирали макулатуру, сажали деревья, помогали старикам. А в годы Великой Отечественной войны становились партизанами и наравне со взрослыми защищали родину. Первые везде и всегда. Быть принятыми встроенной красногалстучной ряды было мечтой советских девчонок и мальчишек. Людмила Марченко 13 лет жизни посвятила этому движению. Но первый день в качестве пионера. Помнит отчетливо. У меня до сих пор хранится уголек дома от этого пионерского костра. И, наверное, вот этот уголек, ну, наверное, этот костер пионерский и зажег во мне вот эту любовь к своей родине. Главное, что есть в пионерии, это действительно воспитание патриота. Несмотря на то, что единого движения школьников в современной России нет, существуют десятки детских общественных организаций. Их участники могут реализовать себя в разных сферах, в зависимости от интересов. Это кадетское движение, юно-армейское движение, это российское движение школьников, это наша, в конце концов, федерация пионерских и детских организаций. Поэтому молодежное движение живет, пионерское движение живет. В Оренбурге вековой юбилей пионерии отметили с размахом. В школах устраивали встречи с ветеранами движения. В губернаторском музее открыли выставку «Кто такие пионеры?». А во Дворце творчества имени Полиничка организовали интерактивную площадку, где горожане могли ознакомиться с фотоисторией родного города и провели концерт. Самых преданных последователей пионерии наградили благодарственными письмами, медалями и памятными знаками. Екатерина Яковсен, Игорь Бероев, Новости дня. И в продолжение темы. Названы имена победителей областного творческого конкурса под названием «Пионерские воспоминания моей семьи». Комиссия рассмотрела сотни рисунков и сочинений, посвященных пионерскому прошлому. Лучших участников пригласили в колонный зал Дома Совета Фаренбурга. «Ни шагу назад, ни шагу на месте, только вперед и только вместе». Несмотря на юный возраст, каждый из ребят знает этот девиз. Основные символы пионерии – ее песни, личные истории своих родителей-пионеров. Сегодня в колонном зале Дома Советов подвели итоги конкурса, инициированного законодательным собранием и приуроченного к столетию создания пионерской организации. Более 500 работ со всей области за лучшие памятные подарки. «Выбрали лучшие. На самом деле, действительно, это трогает, и это говорит о том, что наши дедки растут действительно помнящие родство, помнящие историю. Это здорово». Тимуровское движение «Помощь ветеранам» – это лишь немного из того, чем известна пионерия. Хорошие традиции требуют продолжения. Областной парламент провел опрос среди оренбуржцев. Необходимо ли возрождать пионерию? Ответ для большинства очевиден. Оренбуржцы высказали за формирование новой детской организации по аналогу с пионерией, но с учетом, естественно, современной специфики. А вот в Госдуме уже подготовлен законопроект о создании общероссийской молодежной организации. Так что, может быть, в скором времени вы тоже сможете стать частью той большой команды, у которой будут соблюдать традиции пионерии, а может и возникнут новые традиции. Мнение взрослых поддержали и участники конкурса. Они уже сегодня готовы вступить в аналогичную организацию. «Я бы хотел, потому что я люблю помогать другим людям». «Мне кажется, это достаточно интересно, и всегда можно будет помочь близким и взрослым, пожилым людям». Памятные подарки от депутатов получили и ветераны пионерского движения. Для них День пионерии – еще один повод вернуться к воспоминаниям молодости. А для председателя законодательного собрания – надеть пионерский галстук. Светлана Семенида, Владимир Жидов. Ну а мы переходим к другим темам. Более 55 тысяч гектаров яровых посеяно на сегодня в Ташлинском районе. По всеобласти – более 1 миллиона. Ситуацию в агропромышленном комплексе муниципалитета, а также ход посевной в регионе, губернатор Денис Паслер обсудил в ходе рабочей поездки. Также он оценил изменения в политехническом техникуме и новый детский сад. Все подробности далее. В центре внимания главы региона, Минсельхоза и Агрария в посевная. В Ташлинском районе сейчас показатель выше среднеобластного, отмечают специалисты. Но темпы пока сбавлять рано. В Ташлинском районе показатель 55,1 тысяч гектаров, в том числе 22 тысячи яровых зерновых культур. Из них пшеница и ячменя 7,8 тысяч гектаров, сад 2,8, нута 0,9 и подсолнечное зерно посеяно на площади 30 тысяч гектаров. Однако есть и проблемы. Под урожай этого года в регионе приобретено 79 тысяч тонн минеральных удобрений. Для Ташлинского района 58% от плана. И сделала это только часть хозяйства. Если у вас такие огромные объемы земельного банка, чтобы вы не только о себе думали, но и о территории, в которой вы работаете, о людях в первую очередь. Ну и самое главное, за землей ухаживали, как положено. В этот день губернатор отмечает и тех, кто показал хорошие результаты работы в сельском хозяйстве. Денис Паслер вручает благодарственные письма Министерства сельского хозяйства России лучшим сотрудникам. Побывал губернатор и в политехническом техникуме. Здесь больше 10 профессий. Среди них мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Техник-повар. Специальности, которые всегда нужны на селе. Сегодня получать знания с устаревшей техникой невозможно. Были закуплены современные тракторы. Я поставлю, затяну, проверну, шатун и поставлю. Ну, собираю двигатель обратно. Новейшее оборудование и в кабинете информационных технологий. Студия «Креатив» дает возможность создавать футы и видео. А очки виртуальной реальности отрабатывают навыки здесь и сейчас. Шлемы виртуальной реальности позволяют нам погрузиться в мир виртуальной реальности. Конкретно мы можем проработать какую-то аварийную ситуацию на предприятии. Новый детский сад в Ташле. Он был сдан в эксплуатацию 29 декабря прошлого года. Рассчитан на 140 мест. Игровые комнаты, детская площадка на улице. 120 детей уже оценили комфортные условия. Глава региона отвечает социальным объектам. Сегодня уделяется особое внимание во всей области. Кадровый вопрос в любой отрасли. Он всегда был актуальный. А, наверное, сегодня актуальней, как никогда. Ровно поэтому мы направляем и областные ресурсы, и федеральные привлекаем для того, чтобы, конечно, строить такие современные объекты. Ну и в Ташле, мне кажется, замечательный садик. Прекрасные ребята. Поэтому я надеюсь, что им тоже понравится. В Оренбургской области, добавляя Денис Паслер, за три года были сданы более 40 социальных объектов. Все они соответствуют современному условию. Елена Еремовна, Семен Воробьев. Новости дня. Счастливые родители и дети – залог крепкого государства. В Оренбурге наградили лучшие семьи. 15 участников поздравил глава региона. Им вручили награды. На всероссийском этапе конкурса «Семья года» Оренбуржи представят золотые призеры. Праздничный концерт в честь лучших семей региона. Сегодня в областном центре подводят итоги конкурса «Семья года». Комиссия рассмотрела больше сотни заявок участников. И впервые за всю историю конкурса лидеры получают денежные призы. Конкурс у нас, по сути, ежегодный. Но в таком формате, в котором он проведен в этом году, он проводится впервые. Потому что раньше мы определяли семьи достаточно небольшим количеством. Сейчас мы подстроились под федеральный формат и определяем победителей. То есть первое, второе, третье место в пяти номинациях самых различных. Это и молодые семьи, и многодетные семьи, и семьи, которые хранят традиции, и семьи, которые прожили в браке длительное время. Одними из призеров стали жители Ясненского городского округа. Юрий и Яна Южакова узнали о конкурсе из местной газеты. Решили принять участие. Супруги начали составлять родословную своей семьи Юрий военнослужащий. Он также, как его отец и дед, служит в ракетных войсках. Сегодняшние победители собрали историю своей семьи, сняли видеоролик и представили комиссии. В номинации «Семья хранитель традиций» Южакова заняли третье место. У меня был шок. Мне позвонили, я была на работе, и я просто опешила, если честно. И сотрудники, которые были рядом, сначала не поняли, что случится. И я вот так сказала, мы заняли третье место. То есть у меня было абсолютное удивление. Это было неожиданно, но в то же время очень приятно. Глава региона отметил, что важнейший из приоритетов правительства области – поддержка материнства, семей с детьми и создание реализации возможностей для молодежи. Добавляет, что счастливые семьи – это гарант стабильности и развития государства. Знаю по себе, воспитывать детей очень непросто. Это требует сил, терпения, безграничной любви и, конечно же, заботы. Именно в таких условиях вырастают успешные люди, которыми мы будем гордиться и которым доверим будущее Оренбуржья. Спасибо вам и, конечно, поздравляю вас с победой. Желаю вам, вашим семьям счастья, удачи, больше радостных моментов, проведенных с родными и близкими. Семьи-победители будут представлять наш регион на всероссийском этапе конкурса. Алена Круглова, Игорь Бероев, Новости дня. Сейчас ненадолго прервемся и вот о чем расскажем далее в программе. Не переключайтесь. Снизился процент, увеличился размер кредита. Правительство России изменило условия льготной ипотеки. Контрабанда диких животных, спасенные медвежата на время следствия живут в Оренбургском цирке. Нужна только победа. Футбольный клуб Оренбург готовится попасть в российскую премьер-лигу. Это новости дня. Мы продолжаем. Правительство России изменило условия льготной ипотеки. Эта программа одна из самых востребованных и доступных сейчас на рынке кредитования. Увеличился размер льготного и семейного займа. Понизилась и процентная ставка. По программе льготная ипотека принято решение о снижении процентной ставки. Теперь это 9% вместо 12%. Правительство увеличило максимальный размер льготной ипотеки до 30 миллионов рублей. Семейной ипотеки до 15 миллионов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, это расширит возможности людей в выборе жилья. Программа будет действовать до конца года. По поручению президента принято решение снизить до 9% ставку по такому займу с лимитом до 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 миллионов рублей для всех остальных российских субъектов. По данным сайта дом.рф, в Оренбургской области в первые три месяца этого года выдано более 10 тысяч кредитов на общую сумму 17,5 миллиардов рублей. В расчет брали только те, что проходят по программам льготного ипотечного кредитования с государственной поддержкой. Из них льготных 70%, остальное – семейная ипотека. Играют и радуются жизни. В Оренбургском цирке уже месяц живут дикие медвежата. Контрабанда их чуть не вывезли в Узбекистан, через границу России с Казахстаном. Но таможенная служба оказалась бдительной. Вывести животных тайком не получилось. Теперь звери нашли новый дом. Съемочная группа ОРТ узнала, какая судьба ждет медвежат. Сейчас медвежонок Миша спокойно ест кустную смесь. Еще три диких животных тоже адаптировались и радуются жизни. Им около полугода, но за это время они пережили большое приключение. Косолапые должны были стать цирковыми артистами в Узбекистане. В тисных ящиках обессиленные и напуганные. Такую контрабанду обнаружили сотрудники таможни. Но соответствующих документов для перевозки диких животных у перевозчика не оказалось. Медвежат Зиту, Гиту, Чука и Гьека решено было определить в Оренбургский цирк. Они поступили вообще очень напуганные. У них вообще был очень большой стресс. Даже когда, ну, во-первых, они ехали в ужасных условиях. То есть там была такая маленькая клеточка. Они сидели вдвоем просто там даже не развернуться им было. Без два дня уже начали играть. Поняли, что им здесь ничего не угрожает. Здесь же животные получили новые имена. Теперь их зовут Миша, Гриша, Даша и Маша. Миша Светлана Косарева заменила и маму. Косолапые ждут ее каждый раз с нетерпением. Любимое лакомство медвежат, детская смесь, молоко и овощи. Кашку даем, печенюшки даем. Ну и балуем, конечно, грушоночкой. И вот. Как все дети любят саду. Как рассказывает Светлана, следователи выяснили, что два мальчика были куплены в зоопарке. Они ласковые и привыкшие к человеку. А вот две девочки, вероятно, были разлучены с медведицей очень рано. Мы вместе и с таможенниками, и с Росприроднадзором, и с Росгосцирком принимаем активное участие, чтобы им дать какую-то путевку в жизнь, чтобы их судьба была благополучной. Мы сейчас рассматриваем вариант. В Твери есть питомник, где именно выхаживают медвежат. Если получится, они их адаптируют, может быть, даже их вернут в природу. Потому что есть там два медвежонка, очень уникальные, с определенным окрасом. Детеныши буро-медведя находятся под защитой конвенции международной торговли. Вид под угрозой исчезновения. Пока проводится судебное разбирательство, филиал Росгосцирка останется временным домом для этих медвежат. Диана Кузимбаева, Алексей Назин. Новости дня. Международная федерация баскетбола приостановила участие российских сборных в своих соревнованиях. Объяснив такое решение невозможностью обеспечения безопасности наших спортсменов. Таким образом, национальные команды России пропустят все турниры года. В частности, женской сборной страны, в которую входит игрок Оренбургской надежды. Елизавета Комарова не поедет на чемпионат мира в Австралию. Ну а теперь о футболе. До завершения чемпионата футбольной национальной лиги остается всего один тур. Чтобы гарантировать путевку в РПЛ, футбольному клубу Оренбург нужно победить на выезде. В предыдущем туре наши проиграли СК Хабаровску. И впервые за полгода покинули первую строчку турнирной таблицы. От поражения не застрахован никто, тем более в Хабаровске. Другое дело, что не стоило доводить до нервной концовки турнира. Например, дома побеждать средненький Долгопрудный. И все, мы в РПЛ. Очевидно, что команда забуксовала. Таял внушительный отрыв от преследователей. Когда Оренбург проиграл первый весенний матч нефтехимику, это не вызвало тревоги. Осечки бывают. Но в последнее время качеством игры, мягко говоря, гордиться не приходится. Мои чувства плохие. Я очень грустный, потому что мы продолжаем нашу историю последних 5-6 игр, когда мы играем 45 минут. Это все начало с игрок с Кубань, где мы первый тайм хорошо играли. И второй тайм, как бы, такой перепад. Приехали на Спартак. Первый тайм плохой. Второй тайм уже качественный. Сейчас Алане у дома очень качественный. Первый тайм и второй тайм. Так и страх. Страх, не знаю, как сказать. Страх победы. Страх, что можно потерять очка. Мы, как бы, боимся входить с мячом впрет, лучше отдать назад и потом посмотрим, что будет. Не в оправдание, но у нашего клуба сложились серьезные проблемы с составом. Ряд травмированных во главе с главным бомбардиром Фамие. Капитан Малых из-за удаления пропускал матч в Хабаровске. А сейчас по той же причине не сыграет Миронов. В последнем туре нам играть в Астрахани с Волгарем, который в очки от зоны вылета и будет костьми ложиться. Так еще и ничья нас не устроит. Тогда, если факел выиграет у Балтики, то обойдет нас по личным встречам. Мы бьемся в премьер-лиг, поэтому надо концентрироваться на последнюю игру, которая еще осталась у нас. Хотя оренбуржцы сами создали себе проблемы, будет несправедливо, если концовка смажет уверенный сезон. Так что задача однозначная – выиграть в Астрахани. Анатолий Юденич, Антон Полянский. Новости дня. На этом все. Еще больше новостей на нашем сайте orttv.ru. О том, что волнует именно вас, можете написать в мессенджеры нашего телеканала. Присылайте фото и видео события, очевидцами которых вы стали. Номер прямо сейчас на вашем экране. 8-987-852-6011. Работает и круглосуточный телефон горячей линии. Напоминаю, звонок бесплатный. Я же с вами на этом прощаюсь. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова